И на этой улице будет праздник. И уже в следующем году. Сегодня мы развучили намерение города в 2017 капитально отремонтировать проезжую часть Московского проспекта. А сделал Найль Магдеев такое заявление во время визита в исполком местного отделения Единой России. Напомним, в честь юбилея партии, которой сегодня, 1 декабря, исполнилось 15 лет, по стране проходит декада личного приема граждан. В нашем городе уже состоялось несколько таких встреч, которые провели чиновники и депутаты самого разного уровня. А сегодня по графику настал черед общаться с населением секретаря местного отделения партии и мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева. С какими вопросами обратились к нему челнинцы и что услышали в ответ, об этом прямо сейчас. Когда эта группа людей вошла в кабинет, мэр сразу отметил, что узнал их из проблемы уже знаком. Это оказались жители 14-го комплекса, которые уже несколько месяцев борются против точечной застройки, пытаются отвоевать территорию парковки у своего дома. Напомним, в нашей программе мы не раз сообщали о ситуации вокруг спорного объекта. Вот это место маленькое, тут вот 7 колодцев, тут проходит канализация, все. Какая может быть стройка? Он построит дом в корыстных целях для себя, нас всех выгонит. У нас и так дороги все закрыты. Ни мусорка не может проехать, ни скорая помощь не может подойти. И мы еще 50 машин туда вывалим сейчас на эту дорогу. А он здесь будет корысть свою справлять. Оказалось, этот участок был выделен фирме некоего Равиля Мавлина. И согласно проекту, предприниматель намерен здесь разместить Центр бытового обслуживания населения. Что могу сказать? Произошла ошибка, которую допустили не мы, но исправлять нужно нам. Я против этого. Когда меня Леонид Асгарович завез, я ахнул и говорю, неужели на этом месте можно было давать строй? Нормальная парковка, кому не мешает, огороженная. Накопировка с генплана. Что прямо тут написано автостоянка. С 1972 года. Тем не менее, Найль Магдеев отметил, что исполком был вынужден дать разрешение на строительство. Юридических оснований для отказа просто не было. Однако все это выглядит несправедливым по отношению к жителям, выразил свое мнение мэр. И попытки исправить ситуацию были, но... Этот товарищ, Марлин, не договороспособный. Я сам встречусь с этим товарищем. Для того, чтобы... Ну да, документы, понятно, могут быть в порядке. Да, документы в порядке, вы тоже так сказали. Я думаю, что первое А. Нам надо попытаться договориться. Второе А. Какой судится? Да, а мы в суд... Ну, вы извините, а мы в суд-то подаем кого-то. Мы готовы сейчас на администрацию, что незаконная выдача договора аренды изначально. Подавайте. На вопрос, а не обидится ли сама власть, если подать на нее в суд, мэр пообещал, что не обидится. Но добавил, что все же исполком без всякого суда попытается изыскать вариант, который устроят и жителей, и предприниматели-застройщика. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго. Мы на следующей неделе соберемся. Кого посчитаем нужным, пригласим. Вопрос второго посетителя также оказался связанным со строительством. Председатель ТОС 9-го комплекса Екатерина Воронкова обратилась с предложением разместить у них в районе Медгородка досуговый центр. Данное направление развития очень актуально среди жителей, как старшего, так и поколения, так и среди родителей и детей. Оказалось, подобный многофункциональный центр скоро появится, но не в 9-м комплексе нового города, а на Чулмане рядом с парком Прибрежным. Это строительство заложено в бюджет следующего года. А предложение председателя ТОС можно будет внести на 2018-й. И таких вопросов достаточно много. Их тщательно приходится рассматривать, взвешивать, естественно, принимать определенные решения. Эта работа проводится на постоянной основе. Каждый вторник мы проводим личный прием граждан. И в завершении встречи от некоторых жителей поступила просьба пустить по 27-му маршруту большой автобус из состава муниципального транспорта. Мэр тут же, что называется, взял этот вопрос на карандаш. Ландыш Капранова, Дмитрий Кравченко, РНТВ, Набережная Чулны.